добрый день дорогие друзья по заставке наверное вы уже поняли куда мы идем снимаю вам капельку совсем дому по дороге в то место куда мы идем от парковки идем и на ярмарку винтажных антикварных украшений и изделий также мебели также посуды и сразу же у входа нас встречает вот такая вот роскошь необыкновенная красота за необыкновенные цены 3600 долларов написано что это стул в стиле louis 16 где-то примерно 1870-х годов производства сделано во франции 3600 долларов один стул или вся вот эта вот компания я не очень поняла но вот на всяк во всяком случае вот это вот кушетка или даже не знаю как лавочка скамеечка стоит отдельно стоит за отдельную цену и цены конечно как вы видите наводит на мысль что это действительно не какой-то фуфло а настоящий антиквариат настоящий винтаж вернее даже именно антиквариат потому что винтаж столько не стоит вот даже к примеру вот это вот конфетница фарфоровая стоит такой вот кучу денег что в общем то ну я думаю что тут вещи которые продаются на самом деле очень антиквартные и очень редкие коллекционные потому что это как бы но официальная такая ярмарка организованная каким-то обществом сборщиков антиквариата я не думаю что у них будет продаваться какие-то поделки или какие-то вещи которые не являются настоящим антиквариатом но не знаю девочки я не эксперт вообще ни разу и я просто люблю красивое я немножко могу отличить если эта брошечка сделана 20 лет назад или она сделана вчера вот вот максимум максимум моих познаний вот кстати платки рмс продаются я хотела узнать сколько они стоят мне просто было интересно вот этот вот стенд он отличался тем что в нем на нем продавались были выставлены очень брендовые украшения вот например вот такие вот деревянные бусы из в виде фруктов виде бананов вот такие вот очень странные но очень необычные вещи и там были действительно очень винтажные очень красивые вещи очень дорогих брендов толпилось очень много людей и подойти к ним поближе спросить цену практически было невозможно поэтому я просто поснимала и не стал уже ждать и ушла вот это очень интересный стенд здесь продаются драгоценные украшения золото настоящий жемчуг и насколько я поняла бриллианты опять же по ценам судя вот как бы я думаю что это настоящий камень и я просто услышал разговор женщины которая присматривалась к этим украшением с продавцом и я так поняла что это действительно старинные украшения в меру старинные сделаны из натуральных камней и натуральных материалов вообще такого было там очень много были вещи подешевле но в основном вещи были очень дорогие просто вот такие знаете вот настоящий антиквариат который ценится настоящими собирателями и настоящими любителями я ничего такого не собираю потому что вот у меня рука не поднимется отдать такие деньги за вот такую вот пепельницу но прийти посмотреть потрогать я всегда с удовольствием я хочу сказать что я в принципе снимала там не спрашивая разрешения мне никто ничего не говорил потому что нигде не было написано что съемка запрещена в одном единственном месте когда я начала снимать продавец как бы сказал мне довольно грубо что я снимать не разрешаю вот у меня здесь написано у него действительно было написано я просто не заметила но и в общем речь его сводилась к тому что ходит тут ходят снимают снимают делать фотографии никто ничего не покупает поэтому никаких фотографий можно подумать что от того что я перестану или кто-то другой снимать и делать фотографии у него начнут покупать ну такой вредный вредный старикашка попался посмотрите очень красивая посуда такие необыкновенные красивые чашки не только чашки вообще всякая посуда фарфоровая также украшение но в общем слова излишне вы сами все видите я конечно у сладость для глаз моих там было невероятно и я как любитель всего вот этого вот старого блестящего стразы старая сорока любительница старых украшений я конечно оторвалась отдохнула и в общем получила массу массу удовольствия конечно же рождественская тематика присутствует посмотрите какие милые композиции прям такие целые целые сценки из жизни новогодней и рождественской жизни жителей канады деды морозы вернее санта клаусы к у нас они здесь называются у камина складывать подарки детям очень очень мило вообще я так поняла что это ярмарка называлась рождественская ярмарка ну приуроченная как бы к рождеству потому что вот она скоро и очень многие люди ищут подарки и вот для любителей антиквариата и винтажа это самое то место чтобы купить подарки например такой браслет за тысячу долларов присмотревшись что там написано я поняла что там написано номер патента но название бренда я не смогла прочесть но цена говорит сама за себя вот эти вещи действительно винтажные действительно антиквар антикварные посмотрите даже на коробочке в которых они лежат коробочка старенькая такая антикварная видно что ей уже хорошо так за 50 коробочки я не знаю принадлежит ли украшение которое лежит в них этой коробке но во всяком случае выглядит очень очень достойно и вот кстати шуба с бедной лисичкой ну старые шубы когда-то делали вот с такими вот воротниками в виде мордочки лисы я помню еще даже по-моему моей мамы было что-то такое и прекрасном состоянии шуба просто шикарная совершенно натуральная шуба тоже опять же цены нигде не пишут в основном подходите спрашивайте что-то не всегда удобно в общем короче дорого там все было очень дорого но я не ушла без покупки девочки досмотрите до конца в конце я покажу что я купила если вам интересно то досмотрите до конца и дождитесь моих распаковок так сказать ну а мы продолжаем смотреть потрясающей красоты украшение выглядит как будто бриллианты с азумрудами я подозреваю что нет я думаю что это стекло или какие-то кристаллы сваровский может быть вот видите здесь есть есть что-то сделано сваровский ну такой оригинальности дизайн ну вот просто абсолютно все что вы хотите у меня разбегались глаза я не знал куда вперед смотреть что вперед снимать в общем это было потрясающе интересно я совершенно случайно наткнулась на объявление об этом об этой ярмарке в инстаграме и конечно же сделать пометку тем более что и происходило это все дело воскресенье в торонто и в общем то не не стоило нам большого труда туда поехать конечно мы получили колоссальное удовольствие вернее я муж мой какое-то время слонялся со мной потом он где-то нашел удобный стул сел там и в общем то ждал пока я закончу свои бегание вокруг вот это вот это все и разглядывание этой всей красоты но конечно потрясающе потрясающе я сначала начала снимать и говорить на камеру но поняла что разговор мы сводится к тому что ох и ах как красиво ах и ох как красиво звучало это совершенно глупо и смешно но просто у меня было столько эмоций а слова а слова кончились потому что кроме ох и ах как красиво я больше ничего не могла воспроизвести поэтому я вот решила наложить озвучку правда она тоже ненамного отличается от моих возгласов когда я все это снимала я озвучка примерно звучит также ох ах как красиво вы только посмотрите как это все красиво вот кстати наконец-то я нашла цену вот на такую чашечку пара блюдечко стоит с чашкой стоит 35 долларов но это не очень много но не знаю я честно говоря в посуде не очень разбирать еще как-то украшение я кое-как более или менее что-то такое а с посудой у меня совсем я знаю какие-то названия там тепли может вот такой вот найти но но не больше это такое не боль не более того вот кстати вот эта брошка тоже покорила мое воображение посмотрите она действительно винтажная скорее всего очень красивая и прям такая ох невозможно глаз оторвать ну что вам сказать просто россыпи камней россыпи и стразов камеи это просто какая-то пещера аладдина и выбрать что-то было очень трудно вернее цены были такие что выбирать я даже особо ничего не выбирала просто рассматривала но все-таки я нашла что купить опять же об этом конце кстати вот были даже ковры там кстати были картины и ковры я не знаю насчет античности и древности этих ковров но вот магазин называется королевские антикварные ковры ну не знаю на самом деле ли антикварные или нет то что выглядят они очень новенькими очень прям такими вот как вчера сделанными но все возможно так что да и были картины картины я снимать не стала я побоялась что мне не дадут потому что в принципе картины ну это такая вещь авторская очень много было такой восточной тематики восточный я имею ввиду китай япония вот вот такие вот вещи маленькие вот эти скульптурки я тоже в них не понимаю но выглядит они шикарно очень красиво и вот это вот бесподобная совершенно скульптура статуэтка вернее посмотрите какая какая тонкая работа как она прекрасно сделана я не знаю чего она сделана видимо из камня или из кости но потрясающая работа необыкновенная красота конечно было неимоверное количество всяких колец разными камнями я их много примеряла потому что мне было интересно всякие разные колечки и так и эдак но из колец я ничего не купила уж не знаю почему как то так у меня много колец я вообще очень мало ношу кольца по причине того что сейчас мы постоянно моем руки вот это совершенно бесподобно я даже его вынесла в превью видео потому что очень оно красивое ну просто необыкновенной красоты кольцо так вот я еще ношу золотые кольца потому что когда моешь руки или санитайзером их смазываешь то в принципе золото серебро она от этого не очень портится а вот не драгоценные металлы они чернеют зеленеют от воды бесконечно их надо снимать эти кольца я их вечно забываю там где снимаю в общем кольца я сейчас ношу очень редко поэтому решила что покупать я колец не буду хотя экземпляры были конечно потрясающей красоты это был стенд ребята из индии продавали украшения именно индийские украшения серебряные с позолотой наверное с потрясающей красоты камнями это конечно не бриллианты но сверкали они как бриллианты изумруды и в общем действительно очень красиво я так понимаю что видимо производится это все где-то в индии это даже по дизайну похоже на их вот индийские украшения и камни вот эти вот у них принято вот знаете так по под бриллианты вот эти вот тыкать много-много стразов но действительно красивые такие очень этнические но в то же время классические я не знаю трудно мне объяснить но они потрясающей красоты так она все сверкала там все такой свет такой специальный знаете вот еще несколько колец я померила здесь был очень красивый набор браслет брошки и кольцо но там был потерян несколько стразов и не стала покупать а стоил он довольно дорого еще там звучала живая музыка давайте послушаем а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и, конечно, девочки, вы понимаете, что я ушла не с пустыми руками. Глядя на всю эту роскошь и великолепие, очень трудно было удержаться и что-то не купить. А если вы помните, я вам показывала в конце, там была одна продавец, которая продавала вещи, вот одна вещь стоила 20 долларов, две вещи стоили 30, три вещи стоили 40 и 4,50. Я решила вот потратить на это дело 50 долларов, решила купить 4 вещи, это не такие уж большие деньги, но радости очень много, конечно, как вы понимаете. Ну и опять же, когда ходишь по такому месту и рассматриваешь все это, просто вот невозможно удержаться, руки чешутся. Но там было довольно так много очень дорогих вещей, которые я не хотела сильно тратиться, но, в общем-то, конечно, нашла не самое дорогое. И на 50 долларов решила, что вот я могу себя порадовать и себе это позволить, давайте будем рассматривать. Там было очень много вещей, я очень долго выбирала 4 вещи, которые я хотела бы купить, потом стала сомневаться уже, когда пришла домой, подумала, может, надо просто другое купить, но, в общем, не важно. Все, давайте рассматривать. Первый набор – это серьги и браслет. Немножко, видите, серьги отличаются по цвету от браслета, ну, потому что браслет носится на коже, естественно, он немножко меняет цвет, но ничего, в принципе, когда это надето в ушах, а браслет на руке, то это не особенно-то и видно. Это разница очень необычное, очень нехарактерное для меня украшение. Если честно, я больше люблю камни, стразы, вот такое вот все яркое, а это такое, знаете, немножко в таком, я бы даже сказал, как он немножко в таком грузинском стиле или каком-то таком этническом стиле. Ну, тем не менее, мне понравилось. Больше того, я эти вещи маркированные, я нашла описание в интернете, как ни странно, вот я нашла на Etsy, например, только сережки стоили 20 долларов. Вот такие вот. Ну, это не значит, что они за 20 долларов продаются, но, тем не менее, вот нашла такую цену, а, в принципе, у меня получилось, что я купила 4 вещи за 50 долларов. Это значит, что каждую коробочку я купила чуть дороже, чем 10 долларов, то есть, получается, и браслет, и серьги у меня получились порядка там 10 с чем-то долларов, причем покупала я на наличку, там нету никаких налогов, все это так, знаете, базар рынок. Поэтому, все за наличку и никаких, естественно, налогов, все вот так вот. Ну, ладно, не в этом дело. Значит, это бренд. Видите, здесь написано Санг. Альфред Санг – это канадский дизайнер, который делает одежды, украшения, часы, в общем, у него много таких предметов всяких одежды и украшений, бижутерий. И вот такие вот они интересные. Надпись также есть на серьгах. Видите, здесь Санг. Очень мне они понравились. Ну, такие, знаете, красивые, красивые. Очень красивые на ухе. Не очень они тяжелые. Металл не знаю какой, конечно же, не серебро, но, в общем, красивая вещь. Немножко мне браслет великоват, но это у меня такая проблема. Браслеты и кольца мне всегда великоваты. Такие у меня руки. Ну, в общем. Вторая покупка – это вот этот набор. Как вы понимаете, не могла я пройти мимо такой невероятной красоты. Это брошь и… Давайте я вот так вот сделаю, чтобы лучше было видно. Вот так приподниму, чтобы лучше было видно. Не могла я… Ой, падает. Как это мне сделать сейчас? Не могла я, конечно, пройти мимо такой неземной красоты. Это потрясающий, потрясающий набор. Немножко есть, немножко потери в эмали. Вот видите, здесь на клипсе. Но, в принципе, очень-очень такие практически незначительные и почти что этого не видно. Она такая пыльненькая, ее надо почистить, потому что брошечка, конечно, и клипсы довольно возрастные. Это видно по… Это видно и по некоторым таким потерям. Видите, вот здесь на лепестке тоже эмаль. Вот здесь. Но это, в принципе, не страшно. И вот такая вот… Такой замочек, который говорит о том, что эта вещь довольно возрастная. Маркировки на ней нету, но она необыкновенной красоты. Я, честно говоря, вот в восторге вот от таких вещей. До чего же они мне нравятся. Клипсами сделаны. Я хочу сказать, что вот по ценам, честно сказать, что если бы я пошла в секонд, я бы такие две вещи, так же, как браслеты и серьги, больше, чем там за 10 чем-то долларов никогда бы в жизни не купила. Значит, такие цены у нас. Каждая вещь в секонде стоит от где-то 6, 7, 8, 10 долларов, 12. То есть вот и брошь бы стоила долларов 10, и клипсы бы стоили долларов 10 по отдельности, а то и больше. Так что вот купить такую вот вещь, хоть она и не маркированная, хоть она и не особо какая-то, видимо, брендовая, но, тем не менее, очень красивая и винтажная, безусловно, винтажная. Еще один набор, который я купила, это серьги и вот такой вот колье-чокер. Оно сделано, видите, с таким чернением. Очень красивые камушки блестящие. Вот здесь вот тоже, видимо, не очень новенькая. Даже, я бы сказала, видно, что старенькая, такое немножко пожилое, пожилое. Но очень красивая. Значит, в серьгах тоже без маркировки, без ничего. Вот на одной серьге есть небольшие, видите, тут сход покрытия с обратной стороны. Надо мне бесцветным лаком помазать, чтобы оно не лупилось дальше. А вообще колье очень красивое. Такой чокер, такой очень красивый чокер. Вот так он, там застежечка, вот так вот он на шее одевается. Такое, знаете, как под старину колье. На самом деле, конечно, я тоже сомневаюсь, вернее, не сомневаюсь, что оно никакое не старинное. Ну, очень красивое, такое ажурное, нарядное, безусловно. В общем-то, довольно такое, ну, не то чтобы необычное, но, ну, красивое. Что тут скажешь? И последняя вещь, которую я купила, это такой типа мальтийский крест. Я понимаю, что это, конечно, вещь тоже, скорее всего, не очень винтажная, а даже, скорее всего, современная. Если честно, я так и разглядывала, разглядывала. Мне кажется, что она совсем не очень старенькая. Она очень красивая брошь, я не могла пройти мимо. Она очень крупного размера, очень большая. Вы знаете, что я очень люблю крупные украшения, тем более броши. Сделана очень хорошо, тяжелая такая. Сзади вот, видите, цена 20 долларов, но это за одну вещь, а за 4 я заплатила 50, что я считаю, хороший дел как бы. Замочек, вот тут вот какие-то, никаких маркировок нету. И вот, глядя вот на вот эту вот штамповку, видите, сзади, вот, по-моему, это штамповка, мне кажется. Может быть, она даже очень, даже современная, но даже если да, то она очень хорошо сделана, потому что она такая тяжелая, из хорошего металла. Вот чувствуется качество и, безусловно, очень-очень красивая. Не могла я пройти мимо, там было две броши, и это еще одна такая божья коровка. Я долго колебалась между ними, потом решила, что все-таки вот это более, какой-то такой благородный и более... И более, ну, такой более часто я смогу ее носить, использовать, внедрять в гардероб. Все, это моя последняя покупка. На этом будем заканчивать. Надеюсь, что вам понравились мои покупки, не только мои покупки, но и видео. Действительно, была ярмарка, безусловно, очень красивая. Там были очень достойные вещи, которые стоили внимания нашего с вами. Я надеюсь, что мы еще будем ходить туда, потому что я подписалась на их инстаграм. И, в принципе, они там объявляют, когда у них эти вот, бывают эти ярмарки. Потому что там действительно очень-очень красивые вещи. А на этом все. Надеюсь, что вы поставите мне лайк. Надеюсь, что вы подпишетесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всего доброго. С вами была Дита из Канады. Пока-пока-бай.